Сегодня же в центре внимания оказались кадры, которые по задумке авторов должны были вызвать в зрителях не то восхищение, не то зависть. В итоге спровоцировали громкий скандал и сделали их авторов безработными. Хорошо поставленный и снятый и смонтированный видеоролик повествует о повседневной жизни чиновников одного из министерств Оренбургской области. И это действительно слишком. Так решили все, кто успел его посмотреть. Наш корреспондент Станислав Григорьев провел собственное расследование и выяснил, дальнейшая судьба действующих лиц и исполнителей не завидна. Один из них вообще уже сидит за коррупцию. Баня, водка, гармонь и плюшевый медведь. Это декорации. А в главных ролях ведущие сотрудники Оренбургского министерства лесного хозяйства, включая самого министра Виктора Танких. Сюжет короткого фильма местами едва прослеживается, но в общем можно уловить следующее. В один нелегкий понедельник в министерстве кипит работа. Коррупционеры обмывают очередную темную сделку. Внезапно от губернатора приходит указание встретить иностранных гостей и проводить на охоту. Дальше все как заведено в российском кино. Охота совсем не охота, все кричат, пьют водку, не в попад танцуют и изображают эротику. Ролик был размещен в социальных сетях, при этом кто-то заботливо снабдил его титрами и комментариями. Вот, дескать, в этом эпизоде служебную машину использовали, а тут вообще снялся чиновник, которого потом посадили за взятку. Иными словами, публикация больше похожа на донос, но факт остается фактом. В съемках участвовали госслужащие, а с них спрос совсем не такой, как с ульяновских курсантов, которые в своем ролике танцевали полуголыми. Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. В исходном виде роликов в сети нет, или пока нет. То есть истинный масштаб этого локального Голливуда неизвестен. Актеры-чиновники на редкость неразговорчивы. Действуйте, злодействуйте. Я вам здесь не запретить, не разрешить не могу. А пояснения давать не буду. Да какие тут пояснения, когда сюжет так здорово перекликается с реальными событиями. Одного из героев этого ролика, заместителя начальника управления, еще минувшей осенью посадили за взятку. А вот эта сцена, снятая в аэропорту с костюмами и настоящим самолетом, вызывает вопросы. Кто ее оплатил? Сами актеры из своей зарплаты. Бывший министр Виктор Танких мог бы приоткрыть тайну, но он навсегда покинул рабочий кабинет в тот самый момент, когда журналисты звонили в приемную. А Виктор Петрович не освободился еще? Его вообще нет, он не приехал. А кто-то вместо него может прокомментировать? Ну, наверное, только он. Не исключено, что уже очень скоро чиновниками и кинематографистами заинтересуются исследователи. Ведь факт участия служебной техники в съемках придется как-то объяснять. Станислав Григорьев, Мария Сломахина. Известия специально для РНТВ.